Лиза Ортман. Фриланс с нуля или свободные воины интернета? Работай там, где нравится, и зарабатывай столько, сколько хочется. Предисловие. О, ну да, это я. Работаю в телефоне, не выходя из дома, который все время куда-то едет. Но вообще это хорошо, что едет не крыша. Да-да, уже больше пяти лет я живу в доме на колесах. Именно в нем и началась моя большая история фриланса. Я живу в нем круглый год с мужем, двумя детьми и кошкой, которая дралась с тигром в Дагестане и тырила пельмени на глазах миллионов зрителей. В целом, я самый обычный человек. Правда, журналистов почему-то всегда удивляет, что воду для душа я грею кипятильником и зарабатываю полмиллиона рублей в месяц. Как я докатилась до такой жизни? Сейчас расскажу. Сядьте только, что ли. История такая, что вам точно нужно присесть и приготовиться слушать. Можно даже прилечь. Так надежнее. Меня зовут Лиза Ортман. До 26 лет я работала журналистом и рекламщиком, вполне успешно и активно. А потом сделала финтушами, вышла замуж за настоящего кочевого артиста цирка. Вот прямо как в фильмах. Он, она, яркие огни цирка Шапито и вагончик, в котором нужно жить и как-то работать. Так и начался мой путь во фрилансе. Сейчас я маркетолог, копирайтер, СММ-специалист. Сотрудничаю с доброй сотней брендов, пишу тексты, сценарии и придумываю рекламные стратегии. Для души веду блог в Инстаграме, который изначально задумывался как повествование о жизни и путешествиях в доме на колесах. Скоро будет 10 лет, как я работаю на фрилансе, без привязки к одному городу, одной компании. Почти столько же лет я замужем, у меня двое детей. Очень много путешествую и провожу на море четверть года. Работаю в свое удовольствие и из любой точки мира никому не подчиняюсь, кроме своего сердца и кошки нежи, которую, да, мы спасли от нападения тигра в Дагестане. А потом возили ее на первый канал, потому что она у нас звезда ТикТока. У меня есть мой любимый блог в Инстаграм, а эта книга не обо мне. Она о том, как стать счастливым фрилансером, зарабатывать много денежек, никому не подчиняться и реализовать свой потенциал на все 100%. Благодаря этой аудиокниге вы найдете в себе тот самый островок свободы, который так манил вас, так манил. А был все это время в вас самих. Да, речь пойдет не только о том, как красиво зарабатывать большие деньги, завернувшись в плед и попивая чаек. И картинок со счастливым загорелым малым, с открытым ноутбуком на фоне палем, тоже не будет. Как не будет и добрых сказок о том, что фриланс — это мечта. Как шелуху с лука, мы будем с вами счищать и отбрасывать одну иллюзию за другой. Никаких фантазий и сказок, только истинный смысл свободы в большом онлайн-мире. Эта аудиокнига подсветит вам все то, что вы так долго и упорно прятали в себе, оправдывая миллионами очень логичных слов и отговорок. Она поможет вам проявиться в этом мире как самому бесценному кадру из всей фотопленки. С любовью и волшебным пинком всегда ваша Лиза Ортман. Глава первая. Скучная редиска никогда не станет фрилансером. Позвольте мне один разочек вставить сюда небольшую цитату из словаря, дабы внести ясность. Фриланс — это не профессия и не направление. Это формат работы. Когда человек сам выбирает свой график, вид деятельности, количество выполняемой работы и полностью берет ответственность за уровень своего дохода на себя. В переводе с английского слово «фриланс» означает что-то вроде «свободный художник». Хотя не буду кривить душой. Для меня и моих учеников это нечто большее. Но обо всем по порядку. Само слово «фрилансер», «свободный воин-копьеносец» впервые употребил сэр Вальтер Скотт в своем романе «Айвенга» для обозначения вольно-наемных солдат. Здорово, правда? Сегодня фрилансеры сражаются в основном с заказами и проектами в социальных сетях или в открытом поле великого интернета. Однако свобода и романтики в этом слове со времен XIX века не убавилась, ведь фриланс — это жизнь по собственному плану. Так почему же злых и скучных фрилансеров не бывает? Тут можно подумать, что я толсто намекаю вам на собственные душевные качества, раз уж меня приняли в ряды свободных художников. Да нет, я точно такая же, как вы. Во вторник могу быть доброй, а в четверг лучше перезвоните пока целы. Но абсолютно точно скажу, что фрилансерами становятся изначально интересные и добрые ребята, которым есть что дать этому миру. А вот зануда, брюзга, вечный скептик и злобный персонаж, человек, который узко мыслит и всегда боится, никого не любит, в сторону фриланса и сам никогда не посмотрит, потому что такой формат не совпадает с его жизненными приоритетами и ценностями. Но раз уж мы с вами отправляемся в потрясающее путешествие в страну личной и финансовой свободы, давайте сразу отсеем тех, кому туда не надо. Хотите сразу с первых же страниц узнать, подходит ли вам фриланс? Чтобы два раза не вставать и не ввязываться в то, к чему вы просто не готовы. Итак, кому работа на фрилансе противопоказана? Она точно не подходит тем, кто думает, что ему гарантированное манна небесная и абсолютное ничего не делание. Да, над вами не стоит начальник, и вы можете спать хоть до обеда. Однако не стоит забывать, что если в офисе, независимо от своей деятельности, вы получаете стабильную зарплату, то при работе дома не видать вам денег с таким подходом. Ваш заработок зависит только от вас. Если вы не готовы взять ответственность за размер своей зарплаты полностью на себя, не уходите в онлайн-работу. Если вы не готовы пожертвовать некоторыми благами жизни, научиться самоорганизации и планированию, то удаленная работа не ваш выбор. Это такая же работа, как и все остальные. Увы и ах. Тем, кто больше всего в любой работе ценит живое общение с коллективом, посиделки, корпоративы и так далее. Общение в удаленной работе выше крыши. И также очень много дружбы с коллегами. Но все это происходит в мессенджерах, в социальных сетях, то есть онлайн. Тем, кому для продуктивной работы постоянно нужен пинок. Четкие указания сверху, план, корректировка по ходу выполнения и так далее. Людям, которые думают, что на удаленной работе можно халявить. Подход «сделаю как-нибудь» здесь не работает. Ни один клиент не простит тебе работу, сделанную спустя рукава, больше одного раза. Тем, кто предпочитает отсидеть свои 8 часов и получить фиксированную зарплату. Сегодня я не в настроении работать, как-нибудь пересижу рабочий день и домой. Зря, что ли я в нашем офисе самый главный чемпион по ИБД, имитация бурной деятельности. Фриланс такого не простит. Фриланс — это такая штука. Надо работать, но работать не хочется. И можно не работать, но работать надо. Работа фрилансерам точно не подходит пессимистам, которые думают, что в интернете есть только мошенники, которые обязательно обманут, отнимут честно заработанное, оставят без штанов, опозорят и выставят дураком, потому что я же полный ноль. Тем, кто боится перемен и избегает сложностей, не желает учиться и развиваться. Кто говорит, я все уже знаю, все слышал, ничего интересного. Умные все время учатся, а дураки и так все знают. А вот людям, которые открыты всему новому, которые дорожат своей свободой, любят и ценят себя, свое драгоценное время, в онлайн идти очень даже стоит. Как минимум, попробовать себя в удаленной работе. Понимаете разницу? Разве может человек с эмоциональным диапазоном, как у зубочистки, спасибо Гермиона, шагнуть в этот мир и озарить его? А мелочный и злой, узкомыслящий и сотканный из разных стереотипов, разве может вдруг расправить крылья и полететь туда, где так непонятно поначалу и страшно? Нет, не может. Если у вас большое чистое сердце, вы доверяете этому миру, и ваша душа жаждет великих свершений и приключений, вперед! Возьмите мою руку, ногу, светлый котелок на моих плечах и используйте их как трамплин для прыжка, как взлетную полосу, как мостик хотя бы, для мягкого, но уверенного перехода на фриланс. Сразу оговорюсь, что речь в этой аудиокниге пойдет о работе в социальных сетях. Это мое поле деятельности, моя сфера, и именно в этом я ас. Но сразу настроитесь, что я не собираюсь учить вас по классике. В 9 из 10 статей на тему фриланса вы увидите рекомендацию первым делом зарегистрироваться на фрилансерских биржах и сайтах. Дельный совет. Если вы хотите быстро разочароваться и бросить, потому что сидеть за компьютером будете по 30 часов в сутки, а заработать сможете хорошо, если хотя бы 10 тысяч рубликов. Ничего не имею против бирж. Иногда там попадаются хорошо оплачиваемые и интересные заказы. Но мне не нравится, что в нашей стране фриланс ассоциируется в основном с биржами-сайтами. Набор текстов, написание отзывов, рерайтинг за 3 копейки и прочие мелкие и скучные заказы. Нет, даже не так, простите. Заказики. Маленькие такие заказики с мизерной оплатой. А как же быть с теми, кто зарабатывает, будучи фрилансером, 100, 300, 500 и более тысяч рублей? Проигнорировать? Сказать, что у них наверняка связи, талант, уникальные знания, тысячи лет опыта? Или умозаключить, что таких вот счастливчиков единицы? А вот не получится. Нас таких много, многие друг друга знают и дружат, общаются и обмениваются опытом, приглашают в свои проекты, сотрудничают. Мы живые и настоящие, нас невозможно отрицать, мы существуем и не являемся мифом. Как и чем-то экстраординарным, заоблачным и недостижимым. Все более, чем реально. Зачем вам фриланс? Что в нем такого, ради чего стоит к нему присмотреться? Это не только формат работы. Это определенное мышление, которое не позволяет человеку провести всю свою жизнь в офисе. Оно расширяет границы и открывает человеку весь мир, не давая засидеться и закиснуть. Вспомните прекрасный фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти» с Беном Стиллером в главной роли. Работа его персонажа Уолтера – сплошная рутина, хотя в своих мечтах он уносится очень далеко. Он переживает фантастические приключения, представляет себя космонавтом, путешественником или неотразимым Казановой. Однажды он решается отправиться на поиски фотографа, и ему приходится совершить долгое и небезопасное путешествие в Гренландию, Исландию, Гималай. Из мира собственных грез и скучного нью-йоркского офиса Уолтер переносится в реальность и постепенно узнает, что такое настоящая жизнь, а также узнает много нового о самом себе. В офис он, конечно, больше не вернулся. Субтитры создавал DimaTorzok